Летит 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 И ты вернулся живым, теперь я попринь. Не попадаю в лицо, и боги сжигают рим, И, видимо, я не успел стать первым. Так что ты увидел там, такая жуткая красота, И абсолютно поздно, скажи мне, что ты увидел там. Так что ты увидел там, там были ангелы и шайон, И весь мир стоял на деталях, скажи мне, что ты увидел там. А теперь сказка. Новогодняя. Однажды, под Новый год, в городе Воронеже, в дверь к нашей скрипачке Ольге позвонили. Она, конечно, ждала гостей, потому что ее коварные друзья из Волгограда заранее предупредили, что напросятся к ней Новый год, но приедут не одни, а приедут кое с кем, а с кем мне скажут. Это сюрприз. И вот, в два часа ночи, Воронеж, Новый год, Ольга открывает дверь в халате, в бигудях, в огурцах, все как надо. Открывает, там стою я. Говорю, здравствуйте. Она говорит, что за бабу вы мне странную привезли, мальчики? Они говорят, это не баба, это Екатерина Гопенко, группа немного нервная. Говорит, я не слушаю такое. Она уже приехала, давайте, может, выпьем до начала. Был Новый год. Вы знаете, после Нового года я четыре дня пыталась уехать из Воронежа. Вначале они не хотели, потом я уже не могла. Что-то меня там держало. Может, флюиды Ольги, может, флюиды Воронежа. Но мы все эти четыре дня орали песни под гитару на кухне. Ольга попивала шампанское, закусывала соленой воблой, поигрывала на скрипочке. Я прекрасно все это понимала и прекрасно еще знала, что группе немного нервно не нужна скрипачка. У нас есть сольный инструмент, я столько ртов не прокормлю. А потом наступил переломный момент. Переломным моментом стала тарелка сырного супа. На четвертой ложке я поняла, что нужна в группе немного нервно скрипка. Не нужна в группе немного нервно скрипка. Это не важно. Ольга должна ездить с нами. И Ольга ездит. Как видите. Больше всего на свете. Ольга любит играть на скрипке и готовить. А своим наивысшим настижением она считает, что будучи уже, это сейчас будет почти дословная цитата, будучи уже в преклонных годах, она смогла сменить профессию и ориентацию в жизни, а не то, что вы подумали. И после высшего педагогического музыкального образования получить образование повара в технаре. Потому что, как говорится, музыкант в группе немного нервно, это не профессия. А вот повар или парикмахер, вполне себе. Поэтому я с ней получу образование парикмахера. Она думает, что я буду ей волосы выкладывать.